приветствую вас дорогие друзья по вашим многочисленным просьбам сегодня хочу поговорить о болях в тазобедренных суставах или если есть воспаление седалищного нерва с первой минуты хочу обратить внимание что конечно же вам обязательно нужно обратиться к врачу и сделать очень серьезное обследование одна из причин боли в тазобедренных суставах это может быть артроз который может прогрессировать и перейти в кокса артроз это достаточно сложное заболевание и состояние здоровья можно ощущать на протяжении многих-многих лет десятилетий испытывать сильные боли ограничения в движении в подвижности и конечно же это ухудшает качество жизни я как всегда вам рассказываю о своем опыте о своих методах самоисцеление и самопознание эта тема для меня также очень актуальна и знакома мои дорогие поэтому все что я вам сегодня буду рекомендовать и испробовала на себе и сейчас у нас вот начало осени мне также произошло совсем случайно в одну минуту воспаление седалищного нерва конечно этому тоже способствовали определенные причины я хочу еще также обратить внимание на то что дорогие друзья что убеждение что длительная ходьба помогает нашему здоровью это очень хорошо для кровообращения для улучшения лимфосистемы но если у вас есть уже проблемы с артрозом а тем более с как с артрозом по моей практике и уже по новым научным исследованиям как раз вот период покоя очень очень важен артроз и артрит это сопутствующие заболевания если при артрите вы видите что ваша ножка воспаляется и опухает отекает то движение здесь может быть благоприятно то при артрозе пересиливать эту боль и делать нагрузку на сустав поврежденный это может быть крайне опасно хочу также обратить внимание но обычно это женщины то что у нас гормональный фон меняется да и структура кости с возраста меняется также обратите внимание если ваши ножки деформированы так называемые x-образные да или наоборот о-образный если у вас есть деформация стоп это тоже может быть как одна из проблем что у вас неравномерная нагрузка идет на таз плюс роды тяжелая физическая работа это тоже способствует тому что вы можете столкнуться с таким болевым синдрома по вашим просьбам я хочу вам показать что в моем арсенале всегда есть это всегда у меня есть обычно я использую настойки вам сейчас расскажу настойки растирки но первое с чего вы знаете на протяжении многих лет первое что я вам рекомендую так называемое дегтярное мыло она есть брусочная есть вот такое жидкое это мне уже даже зрители высылают в благодарность за то что дегтярное мыло брусочное мыло вы просто смачиваете смазываете больной участок жидкое мыло очень удобно держать всегда возле кровати потому что более артрозные в пояснице в позвоночнике очень часто возникают ночью и вам очень тяжело встать и нет такой возможности поэтому возле кровати если есть это проблема я вам рекомендую держать дегтярное мыло и может быть вы в саду в огороде переработались мышечная боль мениск если вот бывает растяжение мениска или нужно срочно снять какой-то болевой синдром нам а у меня на первом месте стоит цвета дегтярное мыло оно улучшает кровообращение повторяем мыло не дегать надо понимать что чтобы у вас не было аллергии вы смачиваете брусок мыла или просто жидкое мыло вот так вот выжимаете и смазываете больной участок не смывая так можно делать от двух до трех раз в день улучшается кровоток снимается воспалительный процесс и действительно она обладает более удаляющим свойством очень также хорошо я использую для вина тоника то есть у кого есть варикоз тоже вы можете использовать повторяю это не мытью тело дегтярное мыло это гигиеническая процедура это именно для снятия болевого синдрома поэтому на первом месте у меня стоит дегтярное мыло но если как говорится не на первом но и не на втором у меня всегда стоит настойка фиолетовая сирени это очень мощное средство именно для всех проблем суставного заболевания и я вам хочу показать что у меня на моем большом балконе очень много трав хранится и вот даже просто засушенный букет фиолетовой сирени то есть если я израсходую настойку фиолетовой сирени я всегда ее могу заготовить вы можете в любое время сезона года даже просто веточки листья цветы очень особенно хорошо особенно цветы но если у вас уже осень весна или зима веточки даже листья вы можете залить алкоголем настоять две-три недели использовать как растирку очень хорошо также является как поле удаляющие средства фиолетовая сирени белая сирень а фиолетовая вовнутрь мы ее не пьем поэтому вот этот букет у меня будет стоять и ждать когда у меня закончится вот настойка это фиолетовая сирень здесь я сверху просто докладываю кое-какие еще цветочки своего сада но это не принципиально здесь именно играет роль фиолетовая сирень следующее на что я хочу обратить внимание это так называемое растение чингисхана это бадан называется у многих он растет в саду его использовать в зеленом виде нельзя используются ферментированные листья только для внутреннего употребления как сильнейший иммуностимулятор для тех кого нужно поднять после тяжелой болезни а наружно вот как раз просто зеленые листья бадана и цветы тоже вы можете использовать заливаете алкоголь и две три недели это растение чингисхана его всегда возили воины чингисхана в этих своих кисетах для оказания помощи и для укрепления иммунитета здоровья от всех болезней от простуд и вот именно при болях в суставах повторяю что во внутрь мы пьем только ферментированные листья бадана это листья которые снизу находятся они уже усохшие а зеленые листья во внутрь пить нельзя а снаружи очень хорошее средство тоже я здесь накладывают из карлупу ореха но и но это не принципиально это просто я вот шла мимо что-то росло я просто туда доложила потому что я уже это использовала и если у вас нет сада огорода или нет этих растений в любом случае при сильной боли консультация врачи обязательно медикаментозные препараты уколы вам порекомендуют в любом случае хорошо использовать обычный миновазин здесь находится лидокаин и вот именно лидокаин он как бы замораживает боль снимает боль улучшает опять же кровообращение все настойки все растирки направлено на то чтобы улучшить кровообращение питания больного сустава и снять воспалительный процесс поэтому миновазин если у вас болит спина поясница здесь ментол это но но факт тот что здесь находится именно болеудоляющее средство и это тоже очень важно использовать вы поймите что вы заболели не вчера и вы не выздоровите сегодня если уже пошли какие-то первые проявления болевые синдромы в тазу в данном случае мы говорим да или седалищный нерв это говорит уже о том что какой-то воспалительный процесс пошел именно в позвоночнике в дисках это могут протрузии это могут быть грыжи это может быть смещение это все очень очень взаимосвязано а для женщин этот вопрос крайне крайне актуален и я более 40 лет более 40 лет это уже у меня новый второй экземпляр а так у меня с 18 лет был всегда аппликатор кузнецова может быть аппликатор ляпко любое рефлексотерапия то есть вы кладете на спину вы кладете именно на тазовую зону это очень ну во первых это больно иногда хочется боль выше вы чтобы боль вышибла боль но факт тот что эти иголочки они действительно активизируют опять же улучшает кровообращение снимает нервный спазм и иногда вы можете так лечь и почувствовать что вот в этом болевом месте где у вас зажат нерв вы чувствуете как будто вас цыпленок вот клюет 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 и вы сразу поймете это вот как массажист ищет вот этот болевую точку и вы сразу поймете вот где зажат этот мир вот где моя проблема поэтому это тоже используется суставы как бы там ни было всегда любят тепло я очень много вам говорю о том что особенно в осенне-зимний период пожалуйста носите пояса у нас с вами у многих есть так называемый собачьи пояса это будет очень хорошо носить и может быть какие-то теплые теплые шарфы и пояса шкурки зайца кролика овечьи шкурки очень хорошо суставы любят тепло дорогие друзья при болевом синдроме также используется обычный горчичник перцевой пластырь любые согревающие мази а у вас их в в аптечке в арсенале при достаточно если есть боль мы говорим о том что ваш организм не только физиологически имеет уже какие-либо проблемы но и психоэмоциональные затяжные стрессы страхи большая нагрузка эмоциональная на себя то что вы очень ответственны то что вы перфекциониста то что вы в этой жизни перенесли очень много испытаний много ну что-то может быть построили вырастили детей семью родителей может быть ухаживайте за ними это все в плане психоэмоционального фона тоже разрушает наш опорно-двигательный аппарат поэтому физиологические вы консультируете с врачом помогаете себе народной медицины и обязательно прорабатывайте свой психоэмоциональный фон если у вас болит что-то сегодня что вы сделали вчера чтобы не болеть сегодня а я надеюсь что мои видео на канале и марина цветы плейлист цветы для здоровья и на канале домашняя часть марина на нем огромное количество рецептом народной медицины вы можете посмотреть фитотерапии дорогие друзья задать мне вопросы может быть по какому-либо заболеванию и я вам дам ссылочку на то или иное видео и так дорогие друзья берегите себя мы с вами встречаемся сейчас начало осени это как раз и есть проявление того что могут отдавать обострение обострение опорно-двигательный аппарат воспаляются суставы и особенно обратите внимание все кто метеозависимый не только сердечно-сосудистая система реагирует на магнитные бури но и опорно-двигательный аппарат но об этом я вас всегда предупреждаю предупреждены значит вооружены если у вас есть свои какие-то советы секреты как вы помогаете себе при таких заболеваниях как артрит артроз коксоартроз пожалуйста напишите для моих зрителей это будет очень важно и интересно я все-таки вам рекомендую что в этот период когда у вас есть боли в тазобедренных суставах в коленях предпочтите период покоя чтобы снять воспалительный процесс а потом потихонечку потихонечку с учетом правильной ходьбы или может быть опора тросточка может быть у вас чтобы обувь у вас было удобно и не нагружайте здоровый сустав потому что очень часто вы так вот перехрамываете и старайтесь пощадить больной сустав а вместе с тем вы разрушаете здоровый сустав поэтому запомните что вертикаль мы должны держать с вами всегда будьте здоровы пусть у вас все будет здорово и подписывайтесь на мой канал лайки и колокольчик оповести от вас о том что выходит мои новые видео и так до встречи